Традиционная красная лента перерезана. Пункт базирования бригад скорой помощи торжественно открыт. К зданию подключены все необходимые коммуникации, заменена кровля, проведены работы по благоустройству прилегающей территории. Маргарита Филипенко работает в этом медучреждении 4 года. Преобразованием Рада. Сейчас после ремонта заново штукатурили стены, все это старое убирали, убирали старую стяжку, заново все это заливали, плитку ложили, поменяли полностью все трубы, канализацию, отопление, все сделали новое, утеплили нам фасад. Старое здание было в удручающем состоянии. Протекала крыша, протекала канализация, все это запах, неудобства для бригады, косметический ремонт, давненько все это не делалось, рваный линолеум, мебель тоже, кровати, где люди, если была возможность отдыхали, то все это было уже непригодно для использования. Теперь помещение не узнать. Оборудовали диспетчерскую, есть процедурный кабинет, санузел, кухня. Все в соответствии с требованиями и нормами. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания бригады скорой помощи. В этой комнате сотрудники смогут отдохнуть после трудового дня. У каждого работника своя тумбочка, а также шкаф для личных вещей и одежды. Проект реализован по ведомственной целевой программе модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов. Из регионального бюджета на работы выделили 5 миллионов рублей. Кроме Николаевки, этот пункт скорой помощи будет обслуживать еще несколько сел. Регион, который закреплен за поселковым советом Николаевка, я вам хочу сказать, что мы добиваемся экстерриториальности. То есть бригада скорой помощи, которая свободна, например, на территории села Николаевка, она вполне может обслужить вызов в Вилино, прибрежная зона. Правда, уже Бахчисарайский район, у нас такое неоднократно уже происходило. В ближайшее время пункт будет оснащен медоборудованием и аппаратурой. Также медучреждения обеспечат необходимым запасом лекарств. Сусана Садыкова, Аким Бекиров, телеканал Милет. Симферопольский район.